итак всем привет погода дала пару выходных дожди пошли и поэтому решил отдохнуть от души и для души и во время этого занятия решил провести маленький такой эксперимент и поставить на сверлильный станок двигателя стиральной машины больше месяца назад мне пришла плата микросхеме т.д. и все не было возможности у меня ее испытать и вот теперь сегодня я решил это ну не сегодня я уже сделал вчера еще сегодня решил вам показать это все что у меня получилось так если вид сделать вам вот так вот примерно вот такой получился станок конечно перед тем как экспериментировать я все таки побродил по интернету в основном по ютубу в поиске информации и так далее кто как делает переделывает и в основном все не в основном а все видео которые я видел полностью меняют шкивы то есть ставят клина как там клина ребенка этот ремень обычный то есть клиновый и убирают родной я в электронике не силен но мне кажется что то есть там меняют шкив и ведущий и ведомый ведомый делают меньше ведущий или этот протачивают убивают ремни родной маленький или ставят больше но дело в том что как мое мнение лично мое мнение даже не надо меня ругать там что это там учить мое мнение такое что если двигатель рассчитан 13000 оборотов ну примерно то значит и мучить его можно нужно как можно меньше то есть я решил оставить родные шкивы и у меня на полных оборотах получается выдает он 1200 оборотов потому что это шкив со стиральной машины и двигатель которая давала на при отжиме 1200 оборотов он немного уменьшенный от обычного стандартного тысячного поэтому в общем его и взял вот это есть сверля на малых оборотах скажем так у меня двигатель ну крутится быстрее чем если поставить обычные шкивы я так думаю именно для этой платы это все таки долговечнее она походит или чё как еще сказать плата я не знаю это не реклама плата ничего если вдруг вам и кому-то интересно будет пока что я не буду никакую ссылку оставлять если интересно я оставлю ссылку на авито нашел я эту плату стоимость у нее 1200 рублей продает частное лицо добрейшей души человек мы с ним списались разговорились то все полностью все объяснил от и до тем более инструкция есть к этой плате идет вместе с ней в коробке упаковки болты и там все что надо для крепления полностью расписаны как реверс подключить и так далее и когда мы с ним разговаривались он меньше в посылку докинул даже пластин сменных на токарный резец от души я спросил у него купить а он так прислал кору спасибо ему большое если вдруг увидит сейчас мое видео вот и за это я же говорю ссылку оставлю если надо посмотрите так но теперь поближе поближе у нас получается что двигатель сам со стиральной машины вот он у нас шкивы дальше голова уже стандартные у меня со станка штурм дерьмо станок скажем так при покупке я уже сразу решил что его буду переделывать когда делать вот эту штангу опускание поднимание то есть он у меня видите поворотный если надо его фиксирую в любом положении короче он крутится вертится вверх вниз ходит без рейки а просто уходит стол но это я все отвлекаюсь и так и так и так чего начинает крепление укрепление я оставил свое стандартное то есть тут а было у меня на синхронный двигатель крепления вот эти вот шпильки стояли сюда а так как ремень у меня этот ну другой мне пришло шпильки эти поставить уже 90 градусов и у меня возможность регулировки стала здесь то есть она отводится туда-сюда и сам двигатель при отпускании гаек тоже можно туда-сюда крутить то есть случае если вдруг порвется этот ремень я могу взять стандартный с машинки с большим шкивом и также его натянуть натяжник у него натяжник у него тоже стандартном месте это в станке было просто шпилька на 8 толкает всю эту схему видно же видно таскать то толкает полностью двигатель с управлением туда и натягивает ремень ремень натянут вроде нормально все нормально еще не буксовал плату я спрятал корпус от старого электросчетчика выключатель поставил и потенциометр который идет в комплекте с платой так это плата с функция реверса но знаете вот у меня уже больше года этот станок мне ни разу не пригодился реверс и поэтому я не стал заморачиваться включать его на реверс чтобы назад крутил поставил на проводах в какую сторону мне надо какое мне нужно вращение и все это просто тумбле включения а дальше уже обороты пошли так еще еще один момент есть по шкиву вот этому вот так как они тонкие у них посадочное место тонкое мне пришлось делать проставку металлическую для посадки на ось вот видно наверно да короче пришлось растачивать здесь посадочное на самом шкиву здесь у меня ось 22 проставку и сделано 25 и расточил на шкиву на 25 посадил и все это дело на три винтика прикрутил винтики на 4 но держит крепко 16 сверло выдерживают запросто я думаю скорее ремень порвется или буксовать начнет чем сорвет три винта ну и сверху ходим поджимной болт который поджимает уже сам флянец проставку на вал вот в общем то наверное все что тут такого сверх естественного так 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 больше по моему рассказать ты нечего нужно показывать сейчас посверлим 7 7 сверлом сначала покажу как сверли то потом 16 потому что больше 16 у меня нет сверла сверло то есть на 20 но она под конус я в патрон его не зажму я его зажимаю только заднюю бабку на токарном станке ну все поехали сейчас будем сверлить сверлить еще буду десятку пластина 10 миллиметров толщиной сверло 7 миллиметров я пока что еще не влазил сильно в эту в плату там есть регулировки и время отклика плавный пушкой так далее поэтому сейчас при включении скажем так немного притормаживает разгоняется медленно надо будет мне потом подкрутить под себя но это уже потом по времени что начинаем попробуем сейчас вот на таких малых оборотах что он даст видите даже не остановить не могу то есть он сверлит но это долго конечно и поэтому прибавляем нет отверстие а теперь покой побольше оборотов до димом в общем-то таким сверлом как я думаю как я вроде знаю надо сверлить побольше оборотов вот так вот она сверлит если вы заметили никакой вибрации так далее ну короче это штурм у меня люфты есть везде не у меня а у него есть регулировочный болт поджима пиноли без толку то есть я поджимаю здесь сейчас плотно только чуть вы выходит и уже начинается люфт когда он полностью 5 сантиметров все выдвигаю пиноль тоже люфта нет а вот в середине люфт что с этим сделать не знаю тоже надо думать его ну да ладно это у меня не точное сверление здесь мне лишь бы тут а дырки пупырить скажем так технологические отверстия то ну что поставлю 16 сверло попробуем и сверло будет бить не обращайте внимание потому что она здесь еще до меня было кем-то проточена она у меня уже и слизаны и так далее короче она будет бить ну для эксперимента пойдет да и заточник я еще тут поехали это тоже десятая пластина 16 сверло сверлить я не буду в новом месте потому что мне кажется это глупо 16 сверло сверлить полностью поэтому по седьмым отверстием посверлил вот так попробую малые обороты получается штука но я оборота все-таки прибавлю тяжеловато ему хотя по оборотам я не слышу чтобы заново на скажу а то вдруг шумел и ничего вы не поймете короче мнение мое такое оборот его не сбавляет вы нас слышали по нагрузке все нормально ну только на таких оборотах конечно мне кажется это мучение для двигателя и для микросхемы платы управления поэтому дальше сверлить буду чуть-чуть прибавлю а 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 ладно ремень притормаживает немного дадим оборотов а а а а а а так но вы видели что она сверлит просто на выходе это уже я говорю заточник из меня никудышный тем более больших сверл и на выходе под закусывает и понемногу проскальзывает ремень но проскальзывает это хорошо для безопасности моих рук потому что я слышал еще в интернете тоже на ю тубе от кого-то что при пробое какого-то элемента какого-нибудь на этой плате возможно срывание двигателя на полные обороты и то есть в этот момент верные даст 1000 оборотов может скажем так по рукам дать хорошо поэтому проскальзывание ремня это это хорошо к тому же ну как для меня например я все равно 16 в основном сверлю уже больше в станке в токарном чем здесь тут для 13 мне пока что хватает а 13 ну возьмет запросто я думаю вы сами видите что она вытворяет и на малых оборотах и побольше на оборотах можно попробовать подтянуть ремень ну может так оставлю вот если вам понравилось вот это то что я сотворил ставьте лайки подписывайтесь на канал тем более на подходе зима а зима это значит больше свободного времени значит больше видео и так далее и тому подобное и при подписке обязательно нажимайте колокольчик иначе вы никогда не узнаете о моих новых видео все всем удачи пока до новых встреч